Андрей Григорьевич Блох Родился около 1896 года, после революции эмигрировал В начале 20-х годов служил во французском иностранном легионе Печатался в зарубежных периодических изданиях В частности, русская мысль, перезвоны, современные записки В газетах «Любавское русское слово» и в рижской газете «Слово» Писал рассказы, занимался поэтическими переводами В Париже изданы две книги его стихов В 1927 году сборник стихотворения, где помимо оригинальных стихов Есть переводы Кристины Росетти и Вейка Коскениеми И в 1929 году сборник «Поэмы и стихи» Его последняя известная журнальная публикация Относится к 1930 году Считается, что в этом году Андрея Блохо не стало В возрасте 34 лет Так как данные о последующей его деятельности где-либо отсутствуют Церковный сумрак, мирная прохлада Не мой алтарь Дрожащий свет Негаснущей лампады Теперь как старь Здесь шума нет и сердце бьется душе И не болит Здесь много горя Выблакали души У древних плит Здесь люди Богу муку поручали Здесь вечный свет Безвестных слез Несказанной печали Забытых лет Старинный храм Защита от бессилья Приют для обид Где ангел Божий смертным дарит крылья Защита от бессилья Защита от бессилья Защита от бессилья Защита от бессилья Защита от бессилья